Олег, давай проведем сегодняшний новостной выпуск в стиле куртуазного маньеризма. Это как? Извольте посмотреть новости, господа и дамы. Всем известная компания Xiaomi только что представила свой крайне ожидаемый и труднопроизносимый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro. На европейском рынке название будет слава богу попроще, это Xiaomi Mi Note 10, скоро будут отдельные анонсы. Но, естественно, мы посмотрели презентацию именно китайскую, чтобы рассказать вам как можно раньше обо всем, что нужно знать. Сначала о самой презентации чисто в двух словах. Это была, пожалуй, самая приятная китайская презентация из того, что мы видели за последнее время. Потому что Xiaomi-сты перестали вслепую копировать пафосный Apple-овский подход и сделали, ну, чисто азиатский театр. Знаете, с такими там всякими безумными музыкальными вставками, смешным ведущим, который, ну, реально веселил зал. Неплохой инфографик, очень наглядный. Все это выглядело так органично, что сегодняшний анонс Xiaomi смотрелся бодрее, чем последние Apple-овские презентации. Нормально? При этом еще раз подчеркнем, что за этой клоунадой не пропала именно информационная часть. И в целом ребята отлично донесли мысль, что такое Xiaomi Mi CC9 Pro. Внешне это типичный Xiaomi с безрамочным экраном, небольшим вырезом капелькой, стандартно оформленным блоком камеры и прикольными расцветками. Как вам, например, вот этот бирюзовый? А посчитали уже глазки камер? Да-да, их пять. Диагональ дисплея равен 6,47 дюйма с разрешением Full HD+. Матрица OLED, поэтому на обзоре будем смотреть, что там с эффектом ШИМ. Но в целом экран вполне себе флагманский и впечатлил уже на презентации. Есть HDR цвета, есть охват цветового пространства DCI-P3, есть прикольно продуманный эффект с боковыми гранями. Когда вы получаете уведомления, то экран светится по периметру. Датчик отпечатков пальцев встроен под экран, причем там используется какая-то новая мега-разработка, очень тонкая, которая считывает даже мокрые пальцы, все подряд. Ну, короче, это мы вообще, наверное, будем отдельным видео тестить. Ну, вообще, мы ждали анонса этого смартфона только ради его камеры. Это просто какая-то фантастика. Основной модуль получил новую матрицу Samsung, у которой разрешение составляет 108 мегапикселей и светосила оптики 1.7. Плюс имеется четырехосевая оптическая стабилизация, это очень похоже на камеру мечты, правда? Сейчас просто непонятно, что это будет вообще за уровень качества, но у нас уже аж пальцы покалывает от желания заполучить этого монстра на тест. Но ведь и остальные модули тоже не отстают от основного. Вот как вам, например, 5-мегапиксельный супер-телефото с 5-кратным оптическим приближением и 50-кратным гибридным? Наверное, теперь все китайские шпионы будут ходить в CC9 Pro. Портретный модуль, который также снимают с 2-кратным оптическим приближением, получил матрицу на 12 мегапикселей. И выглядит это довольно разумным решением. Но еще круче поступили с шириком, тут 20 мегапикселей, 117 градусов охвата, ну, прям огонь. Пятый модуль для макроснимков. 2 мегапикселя фокусируются на расстоянии 1,5 см. Ну, этот уже примерно как у конкурентов. И все это было сказано об обычной версии CC9 Pro. А есть еще и премиальная версия этой Pro-версии. Ну, знаете, как обычно Xiaomi плодит модели. В общем, в премиальной версии CC9 Pro улучшен длиннофокусный телевик. Родной оптический зом по-прежнему 5-кратный, но разрешение матрицы уже 8 мегапикселей. И на презентации об этом, кстати, не говорили. Просто мы заморочились и нашли для вас эти данные в базе DxOMark. Также в премиум-версии применяется другой 8-линзовый объектив на основном модуле. И при прямом сопоставлении фотографий, по идее, должна быть заметна разница. Отдельно заметим, что вспышек у смартфона две. Одна лупит посильнее, а другая дает более мягкий рассеянный свет. И смартфон, по идее, будет сам выбирать, основываясь на уровне освещения кадра. Ну, прям огонь. В целом, Xiaomi так сильно продвинула индустрию мобильных камер, что пока что просто нет слов. Знаменитый рейтинг DxOMark уже протестировал аппарат и выдал премиум-версии этого смартфона 121 балл. Это наивысшая оценка на сегодняшний день, на секундочку. И эту наивысшую оценку Xiaomi Mi CC9 Pro делит с Huawei Mate 30 Pro. Вот как бы такой уровень. Однако, подчеркнем, что оценивал DxOMark именно премиум-версию, а не обычную. То есть, тут, видимо, есть какая-то небольшая разница, а может быть даже и большая. Очень сильно удивило то, что Xiaomi Mi CC9 Pro работает не на флагманском процессоре, а на Qualcomm Snapdragon 730G. Это новый, хороший, даже отличный субфлагманский процессор, который, ну, все-таки не флагман. И это сильно подрывает шаблон. Как вообще воспринимать новинку, вот в контексте общего модельного ряда Xiaomi? Есть, например, флагман Mi 9. Ну, он на фоне этого красавца уже выглядит как корова, которая решила принять участие в скачках. Но при этом такой классный новый модный CC9 Pro и такой облом с процессором. В общем, китайцы чем дальше, тем глубже зарываются в свой модельный ряд, уже сами не понимают, как позиционируется их продукция, кто ее должен покупать. Напишите нам в комментариях, кстати, нужно ли снимать отдельный какой-то гайд по смартфонам Xiaomi. Какой к смартфону, к какому семейству относятся, что это значит, кому на что смотреть, на что обращать внимание. Если вам действительно будет интересно такое видео, то мы его для вас снимем. Но вернемся к хорошему и хорошего будет много. Xiaomi Mi CC9 Pro получил кучу оперативки. Быструю UFS 3.0 память. Батарейку с сумасшедшей емкостью 5260 мАч, кажется, у Xiaomi никогда не было батарейки толще в своих аппаратах. И к ней, конечно же, прилагается 30-ваттная быстрая зарядка, которая заряжает аппарат чуть больше, чем за час. Отдельно заметим, что 3,5-миллиметровый аудиоджек на корпусе тоже остался. Редкое явление для флагманов, ну или этих, ну почти флагманов. Ну, в общем, вы уже поняли нашу позицию по модельному ряду Xiaomi, не будем повторяться. О цене. Цена порадовала. В Китае она стартует с отметки 2800 йен за версию 6.128 гигабайт. То есть это примерно 400 долларов. Нормально. Премиум-версия с улучшенной камерой и раскладкой памяти 8.256 обойдется на 100 долларов дороже. Тот случай, когда переплата реально имеет смысл. Даже не из-за памяти, а именно из-за этой топовой камеры. На глобальном рынке смартфон будет продаваться под именем Xiaomi Mi Note 10. Европейские анонсы начинаются в ближайшие дни. И там тоже может быть интересная информация. Мы до сих пор не знаем, будет ли глобальная версия точной копией китайской версии. Или там будут какие-то отличия. Что будет с премиум-версией, все это узнаем очень скоро. Давайте быстренько пробежимся еще по тому, что показывали на презентации, кроме смартфона. Конечно, это умные часы Xiaomi Mi Watch. И здесь сразу мы анонсируем, что в будущем будем заниматься часами и трекерами как Xiaomi, так и других брендов чуть подробнее. Нам это стало просто интересно. Что же до Xiaomi Mi Watch? Мы видим реально неплохие умные часы, в которых есть сильное влияние Apple и Samsung. То есть, имеется поддержка eSIM. По часам можно звонить. Основной управляющий орган это такое прикольное механическое колесико. В общем, довольно знакомые нам вещи. Но при этом часы построены на Qualcomm-овской платформе. Они управляются специальной версией MIUI для часов. И предоставляют широкие возможности для коммуникации и мониторинга здоровья. То есть, это будет уже интересно проверить, как и какие-то самобытные китайские штуковины. Экран AMOLED с диагональю 1.78 дюйма. И, скорее всего, Mi Watch покажет очень неплохую автономную работу. Емкость встроенной батарейки равна 570 мАч. Это очень много для носимых гаджетов. И поэтому, ну, будем тестить это тоже. Стоит часы будет от 185 долларов. Ждите обзоров. Все дела. Также Xiaomi показала несколько новых линеек своих телевизоров, у которых диагонали достигают 75 дюймов. Крутые экраны. Своя операционка. В общем, в принципе, там идет довольно предсказуемое развитие линейки. Также была показана и бытовая техника. И вообще презентация длилась дольше, чем длилась битва с королем ночи. Но мы постарались рассказывать прям не обо всем, обо всем, а только о самом важном. Поэтому закругляемся и благодарим вас за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех интересных новостей мира высоких технологий. И не переключайтесь. Вы уже на следующем канале, а это значит, что после нас снова следующий канал. Всего вам доброго. Продолжение следует...